Добрый день, друзья. В этом видео я хотел написать вот такую вот козу замечательную. Нашел в интернете. Вроде бы несложная. Тут как несложная. Тут есть достаточно насыщенные краски, такие плотные. Заодно вот хотел показать вам, включить камеру, как работать с такими сочными красками. Достаточно плотные тени. Зелень такая насыщенная, желто-зеленая. Фотографию, да, это я нашел в интернете с какого-то фотобанка. Фотобанк нашел, но именно этой фотографии не нашел, чтобы купить. Но надеюсь, мне против не будут, что я их превьюшку использую. Превьюшка очень плохого качества, но что-то можно сделать. Главное, цвет здесь сохранен, цвет хороший. Вот. Так, холст маленький, 30 на 40. Сейчас я его... А, да, он загрунтован, точнее, заколерован чем-то коричневым давно. Что-то я хотел рисовать, да не нарисовал. Марс коричневый, насколько я помню. Сейчас проверю. Так, да, это Марс коричневый. Скорее всего, может быть сиеной смешан. Вот это у меня такой табличка для, и вам советую сделать, табличка для колеровки именно грунтов. Именно чем загрунтовать, чем подходит. Так, сейчас я пока что отрисую карандашиками. Найду рисунок. Сначала каким-нибудь вот таким зеленым. Да, пишет зеленый. Вот, а потом коричневым козу подчеркну. Так, как у нас тут... В принципе, композиция устраивает, но чуть-чуть для взгляда места нужно дать. То есть я смещу ее с центра вот куда-то вот сюда. Коза чем хорошо? Не обязательно очень точно рисовать. Коза может быть и такая, и такая. Они немножко различаются, поэтому особой точности не нужно. К тому же видим мы их редко, и легкие ошибки зрителям прощаются легко. Главное, самые главные, основные пропорции соблюсти это отношение головы к туловищу и так далее. В работе здесь все устраивает, фотографии точнее. Бери сразу и переводи в живопись. Редко, такое очень редко бывает, когда фотография ложится напрямую в живопись. Ничего менять не нужно. Тут почему еще я решил включить камеру для этой работы, показать вам, потому что здесь тени достаточно глубокие. Вот. И на этом моменте тоже я хотел восстановиться. Так, отзеркалить можно. Зеркальце у вас должно быть рядышком. Желательно побольше. Отзеркалить, глянуть, чтобы особой кривизны не было. Да и все. Можно телефоном зеркалить тоже. Полезно очень. Причем не в этом, на этом этапе, на всех этапах. Так, ну допустим. Так, теперь, теперь, желательно, если есть время, сделать подмалевочек. Не подмалевок, а немножко такой, как вам сказать... Рисунок тональный. Тем же вот Марсом коричневым. Да, по краскам я сказал. Марс коричневый, темно-прозрачный. Сиена. Точнее, аналог Сиены. Это самодельная Сиена. Об этом, как делать на моем Бусти канале. Сиена. Что тут у нас? Английская. Кадмия оранжевая. Лимонки много. Вот по поводу лимонки, здесь будет разговор особый. На нем будет много строиться, что в этой работе. Потом травяная, по-моему, или... А, нет, это у нас это... Оливковая. Окись хорома. Изумрудка можно... Точнее, нет, это ивца зеленая. Можно изумрудку. Краплак красный. Краплак красный. Ультрамарин. Бирюза. Фиолетовый колер. И текстурное масло. Текстуратор. Как его делать, тоже на моем Бусти канале. Может, по ходу работы остановлюсь немножко. Это масло. Два масла льняное. Подсолнечное и диоксид кремния. Сделает абсолютно любой. Повторюсь, как грамотно делать текстурное масло. Это замечательный супер материал. Также на моем Бусти канале. По сути, это аэросил и масло. Вот. Так. Сейчас я камеру поставлю немножко по-другому. Так вот, на любом разбавителе, на чистом разбавителе, без масла. А скипидар, а скипидар, white spirit, что угодно. Кроме ацетона. А, это я отмыл немножко. Тут белила были в кисти. Делаем подмалевок тональный. Очень тонко. По теням сразу закладываю тонко марс в полную силу. Поскольку он прозрачный, получаются вот такие проплешинки, но это не страшно. Дальше все закроется другими красками. Этот подмалевок нам очень поможет. На него часто и я ленюсь, экономлю время, потом жалею. И многие как бы недооценивают этот подмалевок. Если есть время, сколько он занимает, минут десять, в зависимости от сложности, может быть больше. Но потом он очень выручает. Да и работа на нем. Он не обязан быть очень детальным. Просто пятна в тоне. Но вот здесь, например, такие красивые контрасты вокруг рогов вот здесь нужно немножко постараться. Понятно, вот там, где посветлее, мы разбавляем сильнее краску. Вот здесь в траве. Больше разбавителя, меньше краски. Кстати, этот подмалевок не то что с нам объединит работу, не только упростит какие-то моменты, не закрасы будут красивые в дырочках. Останавливаюсь, наверное, на этом. Так вот, что дает такой подмалевок? Прежде всего, он дает начинающему, неопытному живописцу, дает возможность, точнее не дает возможность, на этом фоне, на этом подмалевке уже краска не пугает своим темным тоном, и не возникает так называемая разбилка. Чистейшая такая вот ошибка начинающих художников – разбилка. Это я по своим ученикам сужу. Да и сам, я как бы, я сам самоучка, и я, в принципе, страдаю теми же недостатками, как и мои ученики, ну, может быть, там, на пару шагов вперед. То есть разбилки не будет, человек уже не боится проложить нормальную тональность на такую темную краску, или хотя бы темную, вот эту подкладку, что было до этого, такая коричневая, можно темнее делать. Вот, что я вывел, более-менее глобальная мысль, основные недостатки художников начинающих, возможно, это и с детства идет, то, что человек подсознательно боится темноты, темных мест, темных красок, и пересветляет, как бы подсознательно светлее делает, возможно, думает, что красивее будет, или что-то еще. Темноты боится и как бы хочет праздника, яркости, что ли, и тем самым перья подсознательно берет более яркие оттенки красок, тоже без нужды, не задумываясь об этом. Вот, так что это нужно помнить, вот эти два момента, в том, что человек боится темноты и как бы хочет поярче подсознательно, и держать вот эти два момента под контролем. Так, сейчас немножко пройдусь. Свет вечерний, красивый на фотографии. Правда, фотография разбеленная. Фотоаппарат, видимо, хороший был, но настроен не очень был, и небольшая разбелка. Придется вот эту белую освещенную шерсть на козе немножко утемнять, иначе будет не очень хорошо. Вот краски практически нет, пигмента нет, один разбавитель. Тональность, смотрите, вот коза у нас будет белая, вот, допустим, это белая, хотя это не очень белая. Вот тональность, очень далеко ушли от белого, очень далеко. Вот белила, то есть не боимся вот этой темноты, вот белила. Представляете, какая разница. Не боимся вот этой тональности. Дальше пойдем на высветление смело. Живопись маслом любит именно работу на высветление. Собственно, это ее и основной принцип. От темного к светлому. Вот тряпочкой можно немножко помогать себе. Прищуриваемся, сравниваем с натурой тональности открытым взглядом. Так, что-то я зацепил здесь бирюза. Открытым взглядом очень трудна тональность. Оно и прищурено мне очень хорошо, но закрытым, точнее, открытым глазом вообще сложно тональности сравнивать. Как тональность, вот я сравниваю с этим козленком, как она, особенно когда оттенки разные. Тот коричневый, там у нас такой серо-голубой. Когда одного цвета коричневый, тогда проще сравнивать. Даже можно и раскрытым взглядом сравнить. Но когда цвета разные, обязательно прищурились и сравнили. Быстрым взглядом, точно так же, как оттенки подбираем. Раз, два, раз, два. Перекинули взгляд. Вот так можно примерно тональность подобрать. Есть способы еще, конечно, разные тональности подбирать, но хотя бы вот так на взгляд. Так, глаз высоко достаточно. Так, ну вот, вроде бы и все. Да, в траве, если есть вот здесь, так же можно потемнее сразу. Тона подложить. Уголочки чуть-чуть можно затемнить, чтобы такое затемнение было собирающее. Так, ну вот как-то так. Далее. Берем краски. Начинаем, наверное, тут вот здесь контраст большой, непонятно с чего начать. Можно и с белого начать, с козы, можно и с темного. Давайте мы как камертон, обычно художники тени закладывают, но можно... Сейчас мы камертон подберем. Так, вот я кисточек набрал. Камертон белого. Он тоже важен. То есть диапазон от темного к белому. Белое берем, сразу окрашиваем, наверное. Ну, сиена. Можно охру поискать. Ну и сиена хорошо. Точнее, повторюсь, это не сиена, это колер. Как его делать? На бусте канале. Там очень много будет интересного. В этом году я собираюсь вплотную заняться контентом, видеоконтентом. Очень много будет и на ютюбе, но еще больше будет на бусте канале. Всяких мелочей, полезных вещей, с ориентиром на обучение. Вот. То есть это охра желтая и два коричневых. Марс коричневый, темно-прозрачный, Марс оранжевый. Дает отличную имитацию сиены. Так, и лимоночки немножко. Вот, смотрите, учимся работать на палитре. Вот что важно. Уже не смотрим на фотографии, тем более там разбилка, там белый цвет. Думаем, на палитре. Вообще работаем в этом треугольнике. Палитра, натура и то, что у нас получается. Как бы тут между собой их сравниваем. Вот. Ну я о чем? Вот я сейчас делаю колер самый светлый. Ну не самый, может там чуть светлее будет. Не на натуру смотрю, а смотрю, нравится ли мне этот цвет. Насколько он темно-светлый. Насколько он насыщенный. Ну и собственно сам цвет. Вот эти три параметра сравниваю. Ну вот, в принципе, пока что вот так. Он будет немножко светлее, но пока вот так вот. Я проложу на светлое место. Тонко пока что. Работаем тонко. Кстати, можно было подождать пока чуть-чуть, пока выветрится, марс, чтобы не растирался марс, но тут его мало и он не мешает. Тоненько. Потом будем немножко уплотнять. Вот, марс подмешивается коричневый, но не страшно. Может быть даже немножко розовых оттенков. растаскиваете немножко краску, активные краски, чтобы, вот так, как я сделал по палитре, чтобы брать немного. Если брать отсюда, ты никогда не знаешь, сколько там ты зацепишь. Так, вот какие-то розовые оттенки пускай будут. Вот в районе носика. Щетинкой пока что. Вот цвет хороший, хорош. Хороший цвет. Тем более он ляжет на коричневый, родной цвет. То есть не родной он, но он как бы не противоречащий. Вот это они усилят друг друга. Так, теневые места смотрим. Вот эти сиеноподобные оттенки мы гасим фиолетовым. Мы им гасим. Можно серым гасить, можно фиолетовым. Этот фиолетовый колер у меня излишне розовый. Я его немножко охлажу, сделаю более холодным. Вот такой вот. То есть смотрите, что происходит. Сиена гасится, становится более нейтральным, цветным нейтральным цветом. Вот там тени более голубые. Я пока вот эти заложу. Мне этот цвет больше нравится. Хотя и голубые оттенки там пойдут. Кстати, вот самый главный принцип, о чем я и поговорить-то хотел. Картина контрастная. Тонально брать желательно один в один работу тональности с натуры. А вот с цветом можно играть. Вот как я здесь только что. Там такие коричнево-зеленоватые какие-то оттенки. Я пока на фиолетовый меняю. С этими оттенками можно играть. Можно брать фиолетовые, голубые, да хоть зеленые, хоть какие угодно. А тонально желательно, чтобы работа была в тоне. То есть степень, вот эта шкала темноты и света должна быть соблюдена. Так, зеленые, да, зеленые рефлексы сюда же в эту вносим. Тонко. Чем тоньше, тем лучше пока что. Потом нам не будет мешать в работе вот этот тонкий цвет. Тонкая краска мешать нам не будет. Так, вот здесь явно уже голубой должен быть оттенок. Здесь мы, здесь обратное, например, для вот этого места. Мы голубой успокаиваем коричневым. Повторюсь, можно серую краску взять, но нам нужен цветной, хроматичный цвет. Так, вот я смотрю, там более яркий, я беру чуть поглуше пока что, голубой. Но сравниваю в тоне, в тональности. Вот примерно тональность меня устраивает пока что. То есть вот теневая козы, смотрите, как далеко от белил. То есть очень далеко. Это сугубо средний тон на шкале между черным и белым. Это что-то совсем среднее. Так, и скругляем тело козы таким образом. Вот это средний тон. Книзу он пойдет чуть темнее и с зеленым рефлексом. Можно взять даже потемнее, беру коричневый, зеленый. То есть от травы отражение. Фиолетовый сюда пусть будет. Там что-то есть такое фиолетовое. Вплоть до вот такой темноты. Это в козе, это в шерсти козы вот такая вот темнота. Цвет неопределенный. Так называемый, кто как называет этот цвет, кто как его не называет. Так вот, сюда мы в темноту и в тепло увели зеленоватое и коричневое. А кверху больше, там светлее немножко. Этот замес светлее и больше голубых оттенков. То есть влияние неба больше. То есть в данном случае шерсть немножко осветлена небом, небесным светом, голубым, чистым. Без примесей других рефлексов, без примесей зеленых рефлексов. Вот, краски между собой можно перетереть. Пока смиксировать, если грубо. Делать я это буду, наверное, вот таким вот ежиком. Ежик или колючка я их называю. Кисточка, которая, так видно, которая резаная филировочными ножницами. Опять же, как это делать? Все на моем Boosty канале, как делать такие инструменты. Ну, грубо говоря, филировочными ножницами, но так немножко. Тут есть небольшие нюансы. Так, это слишком мягкое, можно чуть по... Вот такая же колючка, вот если видите, из старой кисти. Сделано... Вот это пожестче немножко миксирует краски. Поскольку у нас тут не белый холст снизу, нет белых таких противных царапинок, поэтому можно достаточно жестким инструментом все это делать. А лимонка, кстати, очень часто в солнце бывает, в освещении солнечном. Тонально я увожу темнее, чем на образце, чем на фотографии, но все равно это достаточно светлая краска. Плюс еще температурное различие между вот этими. То есть, остановлюсь еще раз на понятии для начинающих. Понятие есть тональная разница в красках. Вот то, что я сейчас делаю, темное, светлое. И температурное, это не менее важно. То есть, тут теплые краски светлые, тут темнее холодные. Но тоже не слишком холодные, да и тут не слишком теплые. Тут можно какой-нибудь мазочек в холодные краски вогнать в теплое. И это хорошо, как исключение. То есть, не должно быть все механически здесь теплое, а тут холодное. Очень бывают такие красивые исключения. Холодный цвет в теплом и наоборот. Работаем по форме, не так, как нам удобно. Кладем краску, укладываем по форме. Даже можно вот таким инструментом. Щеточкой жесткой. Да, там явно есть розовые немножко оттенки шкурки у животного. Опускаем вот это. Возможно, вечернее небо, оно дает такой розоватый оттенок иногда. Не солнце, а именно тучи какие-нибудь. Малиновый такой оттенок. Так, коричневый. Коричневый успокаиваем тем же и фиолетовым, можно зеленым. Так вот, по оттенкам. Краска эта достаточно... Краски сочные, поэтому во многом здесь они пойдут без белил. То есть, берем краски сильные. Не боимся этой темноты. Краска такая темная достаточно. Там и фиолетовые оттенки чувствуются в тенях. Какие-то еще. Так, вот здесь оливковая, она светлая достаточно. Тут посветлее у какого-то деревца теневые, поэтому... У кисть хрома можно. Светлая достаточно краска. Светлая очень кровящая. Почувствовали красное? Даем красное. Да, красиво сочетаются коричневые с краплаками. Все коричневые с краплаками очень хорошо мешаются. Играем с оттенками. Тут я не вижу в тенях особых различий, но можно что-то и посочинять. Вот что делает коричневый подмалевок, точнее рисунок. Вот здесь на сопряжениях виден коричневый, если видите. И вообще его можно не убирать. Вот эти такие недокрашенности, недокрасы. Они очень даже и смотрятся хорошо в живописи. Повторюсь, мы не фотореализм какой-нибудь делаем. Но они хорошо работают. Так, масштабель здесь без него никак. Краска почти черная. Не бойтесь этого. Потом еще, если нужно будет, мы немножко высветлим. Сразу важно помнить, вот сюда мазок, этой же краской сюда, сюда. Узкие объекты обводим одной краской, не забываем. Иначе потом попробовать найти этот оттенок, чтобы подобрать именно этот. Забываем потом, чем мы его брали. Так, уже можно потихоньку лимонку вводить. Без белил. Белил здесь быть не должно. Забываем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Желательно заходить со светлой краски в темную, не наоборот. Произвольно достаточно беру краски. На натуру посматриваю, где какое пятно. Но не более. Взяли цвет и сразу его успокоили. Помним, что мы перебираемся с насыщенностями. Поэтому этот момент помним. Но работа сама сочная. Света много экспозиции. То есть в фотографии, когда много света, выявляются все краски хорошо. Но все равно помним, чтобы не было совсем уж дичи какой-то яркой. Не приближаемся вот к этой краске, к каким-то ярким краскам. Так, потом дальник. Вот тут важно. Берем уже так же без белил. Я их, наверное, даже... Лимонку вот сюда вытащу. Так, смотрим. Лимонка сразу сюда. Сиеный какой-нибудь. Контрольный мазочек. Смотрим. Так, слишком теплый. Значит, охлаждаем. Или синим, или... Кстати, бирюзой можно. Вот эта краска также очень ядреная. Ее также желательно растянуть. Бирюзу можно растянуть. Чтобы не перебирать. Такой оттенок. Так, пока масло не беру. Оно понадобится для текстуры. Пока работаю тонко цветными красками. Вот, достаточно яркая краска. Хорошо лежит на коричневом. То есть, она не звучит. Белый холст ее не усиливает очень так слишком. Я к тому, что не ленитесь делать хотя бы тональную растяжку. Имприматуру коричневой. А еще лучше тональный рисунок. Где-то хорошо вот эти недокрасы, непрокрасы работают на картину. Ну, и необязательно их тогда убирать. Так, тут тоже необходима темнота. кое-где пятнышками краплак для напряжения краски. Там вроде бы нет в тенях, но пускай будет здесь. Так, забыл, наверное, окно закрыть. Блекую сейчас. Извините, если блековала краска, второе окно у меня тут иногда забываю закрывать. Вот так штриховочкой можно доложить, соединить между собой эти окраски. Длинная кисточка. Опять же, на бусте канале, как делать, такую длинную кисточку есть. Травинки пока не рисуем. Их теоретически можно вообще без травинок обойтись. Просто цветом поработать. Так, зеленый там, чувствую, откровенно. Зеленый теплый у нас там достаточно. Примерно. Я могу и точно подобрать цвет. В принципе, это несложно. Любой из вас сможет подобрать точно цвет. Если есть какой-то опыт. Но здесь, во-первых, это не всегда нужно. Во-вторых, я подгоняю больше цвета под вот это. Под свои уже набранные оттенки. Возможно, чисто из фотографии сюда бы уже не лег какой-то оттенок. По крайней мере, белый от козы точно бы не лег. Он бы разрушил бы все. Рефлексы зеленые. Связки даю в белые. Коричневые также очень хорошо зеленые. Все гасят. Поскольку помним, что коричневый – это оранжевый. Он, конечно, не противоположный на цветовом кругу. Но почти противоположный. И он хорошо делает сложные оттенки зеленым. Красный у нас делает вообще ахроматик зеленый. А коричневый – они так усложняют зеленый очень хорошо. Причем разные коричневые с разными зелеными всегда дают разные красивые сочетания. Так, вот что произошло. Работа раскрыта. Достаточно темная, как видите. Сейчас мы работаем преимущественно на высветление и по деталям. Сейчас я немножко доулажу задник. Чем хороша вот эта фотография, в том числе, что здесь краски неплохие, тем, что там размыт задник. Хорошая экспозиция была. Все сфокусировано на козе, на каких-то травинках отдельных. Это и хорошо. Если с фотографией работаете, старайтесь. Я для начинающих. Старайтесь брать именно такие фотографии, чтобы детали вам не путали. Ну, а если уже с деталями вам что-то захотелось написать, то старайтесь обобщать. Задний план дерева пятном, без всяких, без листиков, без веточек. Второстепенное. Стараемся объединить. Стараемся объединить. Объединить. Я имею в виду обобщить, общо писать. Это один из главных признаков реалистичной живописи, когда второстепенная у нас именно реализма, не фотореализма и гиперреализма, а именно реалистическая, настоящая живопись. То есть всё фокусируется на главном, всё работает на главное. Так. Так, ну, наверное, коза сейчас на очереди. Так, вот если есть у нас излишки краски, снимаем ножиком. Так, и пока что я маленькой кистью, щетинкой, дорабатываю, что у меня тут не закончено. Соединяются цвета между собой. Чем меньше краски, повторюсь, тем удобнее они. И соединяются красивее. А потом, когда мы всё соберём, потом по необходимости мы и текстуру дадим, если нам это нужно будет, всё остальное. Чёрный берём. Синий плюс коричневый или фиолетовый плюс коричневый. По сути, чёрный получается. У меня тут нет сегодня чёрного на палитре. Можно и без него обойтись. Вот, на тех же рожках сначала подкладочный, такой, ну, тёплый цвет, а потом посветлее положим. Да, вот там видно второй рог. Сильный рефлекс от шкурки. Поэтому усиливаем, даже сильнее делаем. Почти оранжевым, таким грязно-оранжевым. Жёсткая кисть, как карандашик. Такой какой-то перетирает краску между собой. Краевой контраст. Светленький такой пушок светится по мордочке. Вот здесь полосочка голубоватого цвета. Вот тут. Да, такой момент важный. Очень важно определиться с цветом подкладки. Вот, например, на сиене натуральное всё ещё более солнечно было. На марсе коричневым что-то среднее, на индийской вообще зашкаливало бы по насыщенности подкладочка. Умбра натуральные, вот эти сонеты всякие. Умбра, они уже другие оттенки давали бы. То есть результат бы был совсем другой. И между собой мешать можно эти краски, чтобы создавать работу. То есть это принципиально важно, на какой подкладке вы работаете. То есть вот здесь этот коричневый даёт именно этот результат в тёмных красках. Так что можете даже поэкспериментировать. Когда-нибудь однотипное что-то написать на разных колерах, на подкладках. У вас получится всё очень разное. Соединять можно также вот таким же, такой же колючкой. Вот я сейчас делаю мягкой, грубый мазок, немножко соединяю. Это не обязательно делать, но поскольку работа маленькая, 30 на 40, желательно, чтобы детали так более-менее выделаны были. Но, повторюсь, не обязательно. Работа может быть любой по укладке. Главное соблюсти тональность. Цвет, оттенки, какая-то небрежная укладка, всё с рук сойдёт, если вы тональности взяли правильно. Тональность. Главное в обычной живописи, не в какой-нибудь экспериментальной, а в такой классической живописи, это тон, это самое главное. Переводи, фотографируйте, переводите в чёрно-белый режим камеру. Вот я, кстати, хорошо вспомнил. Сейчас и гляну. Вот у меня специально для этого даже планшет лежит. Так, вот он в чёрно-белом варианте сразу смотрит на всё. Так, ну пока нормально. Вот так, едва заметно высветление делаю, уже более-менее густой краской, не закрашивая нижнюю. То есть под вот этим мазком видна нижняя подкладочная краска. не перетираем между собой мазки. Вот я на секунду отключился, ещё включился. Смотрите, делаем мазок какой-нибудь, если уж очень хочется сплавить между собой, или стараемся на микро рядышком, на маленькие мазочки поделить, чтобы не резало взгляд, или перетираем в лучшем случае какой-нибудь щёткой вот такой вот. Вот здесь я протёр, может быть, даже слишком сильнее, чем нужно. Вот, не сплавляем, стараемся. Художники вообще, особенно в больших работах, не сплавляют между собой мазок, а кладут вот так мазочки разного тона. Раз, не торопятся. Второй, где-то отозвался ещё один, там ещё какой-то, сюда, сюда. Вот такой принцип работы. То есть маленькая микромозаика должна быть. Поскольку эта работа скоростная, мне хочется, я прибегаю к таким более-менее антихудожественным способам, как смягчение какой-нибудь щёточкой. Вот так вот раз, поцарапывалось, но ни в коем случае не гладкой, не гладилочкой. Это не тот случай. Это вы сами себя обедняете, когда гладко смешиваете краску. Это плохо. По крайней мере, даже если захотелось, вы сначала отойдите на расстояние, посмотрите. Если с какого-то расстояния режет глаз, тогда можно загладить или что-то сделать. А так лучше нет. Или оставить это на потом. А глядишь, потом и расхочется заглаживать мазок. Вот такой вот, опять же, ёжиком вот этим или колючкой создаём случайности. Чем она хороша? Она даёт такие природные случайности, которых ты не ожидаешь, на которые не рассчитываешь, но которые очень часто украшают. Да и к тому же они ускоряют работу с микродеталями, такими как трава, волосы, шерсть и так далее. Дают такой интересный мазок. То есть многие профессиональные художники и живописцы часто уродуют свои кисти, делают какие-то индивидуальные кисточки. Я тоже к этому пришёл. Я давно это делал, но сейчас я уже конкретно подсел на кисточки. Вот такие. Их много, наверное, чуть ли не одна треть именно вот таких порезанных кистей. Вот вам очень советую. Так, вот здесь можно масло уже вводить в объём, если это нужно. Можно просто краской делать, но вот масло, повторюсь, это не масло, это краска бесцветная. Там пигмент есть полно. Для живописности. Может быть, рановато я ещё, пока ещё не решил, что у меня с низом буду, с травкой. Может, и не нужен особый объём этой картине. Вот пока немножко вот так заложу. Вообще, объёмная картина, живопись обычная, классическая, всегда выигрывает плоской. Потому что барельеф всегда показывает, немножко объясняет зрителю. То есть она помогает, в общем, работает на изобразительность. Вот можно, чем хорошо это масло. Можно брать чистое масло и прям вмешивать. Она сама поднимет краску нижнюю, окрасится, и будет вот такой лёгкий-лёгкий, полупрозрачный оттенок, а не оттенок, а рельеф нежный. Вот я беру чистое масло. И оно вот само, если видите, окрашивает. Я, может, потом покрупнее покажу немножко. Даёт объём. Текстуру. На то оно и текстурное масло. Об этом есть или нет, не знаю, вот в каком порядке выйдет видео. Возможно, оно уже выйдет. Если нет, то подождите про этот продукт. Это вообще супер вещь. Очень сильно расширяет возможности масляной живописи. обогащает. Так, фон. Вот такой длинной кисточкой ещё немножко пройдусь, поштрихую. Без белил. Напомню, это принцип именно вот этой работы сочной. Штриховочка. Кисть ложится полностью. Можно такую сделать себе длинную кисточку, можно строительной кистью. Просто она большая достаточно. Главное, чтобы был ворс достаточно длинный и не вяленький такой. Тогда она будет хорошо штриховать. Вот если слышите, трение это даже не щетина, а уже даже железка вот эта трёт. То есть кисть, я к тому, что кисть должна лежать полностью. Почти касаться железкой. Так, задний план без деталей, чисто цветовые пятна. Жалко, краска мягкая. Можно было бы подождать немножко момента схватывания. Тогда всё бы это было намного качественнее. Вот этот приём. Краска совсем уж прям маслянистая. Ещё грунт хороший, не успел впитать в себя, и краска не выветрилась ещё. Не начала густеть. Так, уже беру, от себя краски, то есть не из натуры, а уже что, что украшает именно вот это состояние. Тонально беру с фотографии. Тон. Стараюсь примерно. Можно точно взять. Вот здесь пока что не было ни капли белил. Поэтому сохраняется такой сочный, насыщенный фон. Белилы здесь будут, но чуть позже. А. 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 Продолжение следует... 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 Не выписанные какие-то объекты, травинки, цветочки. Мозг прочтет, так будет более правильно, нежели бы мы что-то рисовали. То, что мы рисуем, всегда заметно и как-то натужно получается. Это если уделять хорошее количество времени, то нормально можно выписать. Если у нас быстрая работа, как вот эта, то можно пустить кисточку, отпустить руку, она там сама что-то нарисует. Вот пользуясь, что окрашен холст, можем смело царапать. Белого не будет. Белого не будет. Белого не будет. Вот я чередую инструменты То мягкую кисть То тоже вот эта трепанная рваная кисточка То жесткую Пока Смотрите, уже на каком-то этапе Я уже отказался от Прямоугольных кистей Которыми я начинаю обычно работу Сейчас уже идет Вот такие вот колючки Всякого рода Чтобы показать природность И случайность Объекта Ну то есть травы Если у вас маленькая работа Что-то пишете в маленьком формате Подобное Например, 20 на 30 Или там еще меньше То уже траву не нужно прописывать Нужно мазочком все делать Оно в принципе и здесь можно Мазком все делать Но все-таки это формат Такой не такой уж и маленький И мазок будет, возможно, резать глаз По крайней мере, это я для жены рисую Работу Она не то что просила Я знаю, она любит Животных Вот придется работать А тут еще одна коза Висеть на стене Ну и обрадуется Но она так Мазок, может быть, не очень поймет Нам нужна такая Чуть Хоть какая-то Минимальная проработка Но это дело вкуса Дело, точнее, стиля Можно работать Очень брутальным мазочком Мазком Тоже хорошо Краску Практически не Кисточку, точнее, не мою Перехожу из цвета в цвет В крайнем случае отжимаю Но особо нет нужды Краски между собой В данном случае должны Перекликаться Зеленые С этими охристыми Красноватыми Вот очень приятно Работать с текстурами Когда есть масло Какое-то есть объем Приятнее работать Ты немножко лепишь Лепишь, как Такой И частично Скульптор Вот хороший прием Разнотравья писать Ближнего плана Щеточкой какой-нибудь С объемчиком И Как сказать Разными оттенками То есть на кисти Должно быть сразу Несколько Несколько сочетаний красок Вот это текстурное масло Дает прозрачность Нежность Если бы на чистых красках Было бы очень жестко Вот эта краска Она такая полу-полу Не то что полупрозрачная Она может быть вообще Как стекло Что дает какие-то Интересные возможности Расширяет возможности Живопись Кто не владеет этим приемом Обязательно Подбираем какой-нибудь цвет Два-три оттенка Не перемешиваем Проверяем вот так В данном случае Свет слева С правой стороны кисти У меня более темная краска Вот проверили Смотрим Ну что-то такое нормальное Потом аккуратненько сюда Проверили Лежит, не лежит И аккуратно Несколько движений Немного Не злоупотребляем Чтобы не запестрило Уже по-моему Немножко пестрит у меня Аккуратно Немножко пестрит у меня Вот фиолетовая Хорошая пара Фиолетовый и бирюза Дает сероватую зелень Которую часто не хватает Необычную Такую серо-зеленую Часто не хватает В пейзажах Точнее в арсенале Все зеленое есть Все теплое зеленое Какой-то вот изюминки нет Иногда вот так вот смешаешь Получается то, что нужно Вот масло Задействуем Чтоб не выбрасывать И в тени Также вот она Поднимает сразу Нижнюю краску Сразу же окрашивается И вот так прозрачно Застынет Через пару дней Даже может и меньше Темные краски Быстро сохнут Спасибо Спасибо Вот так немножко пустой кистью можно распушить там, где это нужно. Натягиваем светлое на темное, чтобы касания были мягкими такими шерстяными, касание объекта к фону. Кстати, рекомендую муштабель, очень помогает вот эта штука. Переходите по ссылке, найдете это мое приспособление на сайте. Смотрите актуальную цену, очень советую. Стационарная, очень удобно. Ставишь в это место, он все время на этом месте. Жесткий, освобождает руку и позволяет работать с мельчайшими детальками. Очень хорошая штука. Вот тут я уже просто распыляю краску на объекте. Здесь не стоит так делать, а вот тут вокруг лица, вокруг морды можно что-то так аккуратно, деликатно уложить краску. Вот можно чистым текстурным маслом, также мне его много, остается, чтобы, повторюсь, не выбрасывать, практически чистым потоптать, вот так. Оно там само себе найдет оттенки разные, сложные, причем грязноватые, которые нужны, и что-то такое оставит. Ну и, наверное, буду я заканчивать. Часа три, наверное, уже прошло. Тут уже перебор по деталям больше, чем я хотел, наверное. Завтра гляну свежим взглядом, отдохнувшим, что я тут сегодня нарисовал. Сейчас я уже ничего не понимаю, особо поправлю. Краски вот эти темные схватятся, светлые останутся свеженькими. Так вот, прошли сутки, работа наполовину высохла. Теневые схватились, особенно в тонких местах уже высохло. Вот эти вот, даже несмотря на то, что тут масло вот это текстурное, оно тоже почти схватилось. Вот здесь схватилось. По текстурам, по вот этим. А светлые места еще держатся. Пользуясь моментом, я чуть-чуть распылил вот эти мягкое, зашел на темном, смягчил контрасты. Вот сейчас видите, немножко смягчение такое происходит. То есть светлая краска, не просохшая, заходит мягко на темные краски, уже просохшие. Здесь кое-что пестроту убрал, может каких-то травинок добавил или убрал. Вот, буквально десять минут, пятнадцать здесь еще повозился. Вот. О чем видео? О том, что не стоит бояться теневых, берите их, внимательно относитесь к теневым, к тональному диапазону. Берите их во всю силу, внимательно относитесь к насыщенностям краски. То есть без нужды не ярчите, но в то же время какие-то насыщенные краски мы берем без белил. Если там в них нет белил, чувствуем, берем их без белил и подгоняем их уже цветными какими-то другими красками. Вот. Все на сегодня. Переходите на мой Бусти канал, там действительно найдете очень много каких-то полезных видео. Там подписка совсем недорогая, там что-то 200 или 300 рублей, не больше в месяц. Достаточно на один месяц подписаться, чтобы глянуть все эти видео. Но видео я буду пополнять регулярно, сейчас у меня для этого есть силы и возможности. Вот. Плюс там же обучение, именно на площадке Бусти. Индивидуальное обучение, консультирование по работам, техническое консультирование, кто плывет в этих вопросах, тоже индивидуальное. Вот. За разумные, понятные, честные деньги. Так что переходите, ознакомьтесь и до встречи на моих площадках. Всего хорошего, удачи в творчестве. Счастливо! 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 Счастливо!